Привет всем! У нас уже был выпуск по поводу удивительных надписей, которые вы можете встретить в городе Петербурге. И сегодня вторая часть, причем довольно расширенная. Мы будем показывать не только надписи, но еще много чего интересного. Все это мы наблюдаем во время моих экскурсий. Там царит абсолютно ужасная, унылая, отвратительная атмосфера. Люди ходят с кислыми минами, поэтому ни в коем случае туда не приходите. Тем более, что я такой гид, который может завести вас даже на улицу Лебедева к крестам и показать вообще, где это все находится. И рассказать про историю этого замечательного в кавычках заведения, начинающегося еще до революции. Сначала для затравки об атмосфере питерских дворов. То есть у меня есть огромное количество видеопроходок. Но вот иногда хочется и такой формат использовать, потому что накапливается огромное количество фотоматериала, который даже в соцсетях не весь помещается. Вот, например, во дворах Фонтанки, ближе к летнему саду, есть такой довольно кичевый двор, где многие любят фотографироваться. Но вот тут на вкус и цвет все фломастеры разные. Я каждый раз говорю, что я не в восторге от творения этой академии, как она себя называет. Придумал экскурсию по Нарской заставе, по конструктивизму и функционализму и прочему, и прочему. Проводил ее уже два раза, скоро сниму. Но если зайти во дворы, то там можно увидеть, ну, фактически, такие следы 90-х. Если приглядеться ко второму автомобилю, то можно увидеть надпись «Везет». Ну, кому-то точно свезло. Котики наши, куда ж без них. Это двор неподалеку от клуба грибоедов, где жил Майк Науменко. Я об этом, к сожалению, забыл сказать, когда снимал там видеопроходку. У меня есть видео, называется «От грибоча до норы». Вот такие леоперды вас могут там встретить. В двух шагах от станции метро «Чернышевская» мной был обнаружен вот такой предмет из серии «Очумелые ручки». Прекрасный самопальный совок для дворника. Очередные видовые квартиры с окнами в щель, а в щель еще умудрились впендюрить лифтовую шахту. В общем-то, нередкая ситуация в Петербурге. Каждый раз обращаю внимание своих экскурсантов на фактуру, внутреннюю фактуру домов. Торчит драночка, деревянные перекрытия, дома эти всегда были пожароопасными. В двух шагах дворец. Мало кто замечает этот вензель, а это, между прочим, Ольга Александровна. Младшая сестра последнего российского императора. Там же неподалеку уникальные реликты в виде вот таких вот сохранившихся ворот от конюшенного сарая с огромными петлями и вентиляционными проемами сверху. А этого котика за решетками встретили неподалеку от Смольного собора. Есть у меня тур Слобода Емщиков, проходные дворы Лиговки. Это уже в другую сторону, не к Грибоедову, а в сторону Загородного проспекта. И там во дворе был обнаружен вот такой вот трактор с надписью в стиле «Шуток за 300». В Петербурге есть не только саны и углы. Вот там же по маршруту можно найти такой розарий. Я видел, как человек подстригает эти розы. Выяснилось, что это владелец гостиницы, которая там расположена. И он лично эти цветы сажал и лично за ними ухаживает. Хотя атмосфера там особенно по весне соответствующая. Вот такие огромные лужи, которые позволяют делать красивые кадры. Ну а рядом на помойке можно было увидеть самую настоящую любовную сцену. В виде двух медведей. Одного из них посадили прямо на мусорный бак. А второй, или вторая, я не знаю, как их там гендерно различать, осталось сидеть на асфальте. Ну я не я, если не показываю помоечки. Буквально недавно во дворах Измайловского полка при выходе на 1-ю Красноармейскую я показывал вот этот замечательный двор, где находится кофейня. То есть все тоже вполне себе экзотично и колоритно. Ну а вот этот элемент я все время люблю показывать во дворе дома Буберя на фонтанке. Что он вам напоминает? Собственно, поэтому я его и демонстрирую. На самом деле это очередной контрфорс, просто вот в такой необычной форме, скажем так. Чтобы вы поняли, что такое город Петербург, я вам хочу показать вот эту фотографию. Это одна из моих экскурсий на площади Ломоносова мы стоим. Я вот рассказываю про кабинет Сталина, который там искали в 20-е годы. А рядом благополучно спит мужчина. Ну устал, наверное. Вот эта птичка находится рядом с Финлянским вокзалом. Это такая концептуальная скульптура Peace of Modern Art. Называется поцелуй. Две птички, на одной из которых взгромоздилась однажды девица и птичка рухнула. После чего ее пришлось приваривать заново, укреплять. Ну, надеюсь, что теперь никакая девица ради селфи не будет туда карабкаться. Есть у нас свои медведи, которые в большом количестве находятся в Европе. Раскрашены всякая яка. Вот у нас, например, такой. У шедевра Ленинградского арт-деко Дома Ленсовета по проекту Левенсона не все, не только лишь все, если выражаться по актуалочке, замечают вот эту довольно брутальную... Это даже не скульптура, это скульптурный барельеф, изображающий футболиста. Ну, прям-таки эскиз к фильму Ридли Скотта. Теперь прервемся, собственно, на надписи и различные рисунки. Вот, например, вот это граффити располагается во дворах возле Сенной площади. И оно там уже, по-моему, третий или четвертый год. И сотрудники ЖКХ, слава богу, его не замазали. Когда ты мало спишь, то вот эта надпись про сутки и часы для тебя максимально актуальна. А потом ты встречаешь вот такое, и это еще более актуально. Потому что от бессонницы, конечно, иногда крышняк съезжает. О чем думать в петербургских дворах? Только о прекрасном. Это надпись, между прочим, над спортивной площадкой. В Петербурге не говорят, простите, Блидун. В Петербурге говорят Прелюбодеи. Ну, вот где вы еще такое можете увидеть. На газовой трубе в Тучковом переулке, где находится знаменитый проходной двор, написано, естественно, про хабарики предостережения. А под ним Йожик, довольно забавный. Минутка настенной поэзии от автора НВ-22. Автор НВ-22, может быть, отзовешься. Я очень много видел твоих надписей. И они мне все нравятся. Водосточная труба на фоне бывшего здания Министерства юстиции. Там когда-то мечтали террористы убить министра юстиции Щегловитова. За них это потом сделали большевики. И вот такой забавный шмурдяк. Не знаю, кто это, но прикольно. Что не прикольно, то что это написано, нарисовано прямо на колонне. Сказка-лошадо в ней намек, а также повод отметиться очередным афоризмом на очередной стене. Ну, а вот это моя любимая надпись. Я имею в виду любимая надпись в этой серии. Заметьте, не подъезд, а парадная. Вы в Петербурге, друзья мои. Ну, а у меня бывает и такое выражение лица во время проведения экскурсии. В данном случае я показываю альбом с фотографиями, где демонстрируется мощение петербургских улиц. Вот здесь я сделаю обязательно видеопроходку. И расскажу вам, почему эта надпись на этом монументе испещрена таким количеством дырочек и точечек. На Петроградке две потрясающие надписи. Одна серия «Ненавижу две вещи негров и расизм». Ну, а вторая про, оказывается, истинное лицо Боба Марли. Для сомневающихся, для закомплексованных, для прочих обездоленных людей, Петербург приготовил свою собственную формулу аутотренинга. «Повторяйте ее каждый раз». Ну, а вот вроде как такой экзистенциальный вопрос во вселенную и вполне себе приземленный ответ от респондента. А глядя на эту надпись, я вспоминаю присказку, что я уже и позавтракал, и пообедал, и кофе пять раз попил, и порнуху посмотрел, а рабочий день все равно не кончается и не кончается. Актуалочка в виде диванных протестов точно так же встречается у нас во дворах. В дополнение к аутотренингу про «Лох это не ты» вот такая надпись, которую нужно читать под песню Димы Билана. Я знаю, точно невозможное возможно. Некому медведю респект, мы тоже ему передаем респект. Ну, и очередные диванные баталии на мусорном бачке. Такое впечатление, что социальных сетей этим людям не хватает. Милейшая жопка с продуктом жизнедеятельности, с какой любовью нарисована. Сальвадор Дали, который писал в своем дневнике про свои какашки, возможно, оценил бы. Ну, такие женщины живут, или девушки у нас в городе, которые так себя обозначают. И еще один аутотренинг для тех, кто не вдохновился предыдущими двумя надписями. Гуляя по городу, можно много чего не заметить. Ну, например, я замечал, что возле дома Раскольникова, так называемого дома Раскольникова, по бокам же там две таблички, показывающие уровень воды, причем одна на русском, вторая на немецком языке. Многие сразу же смотрят на рельеф Федора Михайловича, а на эти таблички даже не обращают внимания. Прикольная чистая петербургская фотография, под Федей сидит замечательная девушка со скейтом. Ну, или вот в доме старухи-проценщицы нет теперь полушки на первом этаже, не зная радоваться этому или горевать. В общем-то, перемены мест слагаемых суммы не меняется, там теперь другой магаз, торгующий алкашкой 24 на 7, и по ночам в белые ночи там орут так, что я обычно просыпаюсь в 4 утра. На бывшем здании Министерства народного просвещения висит мемориальная доска, на которую, естественно, никто никогда не смотрит, а на этой доске перечень министров этого самого просвещения, и там есть фамилия Боголепов, о чем там не сказано, что именно в этом здании бывший студент Карпович, этого самого министра Боголепова, смертельно ранил, и это был самый первый теракт в Российской империи в 20 веке. На Васильевском острове к вопросу о терактах затерялась на одной из линий вот эта малоприметная мемориальная доска, рассказывающая о том, что здесь располагалась динамитная мастерская народной воли, причем речь идет уже о том периоде, когда был убит Александр II, но конкретно в этой квартире их быстренько накрыли. Очередной раз обращаю ваше внимание на то, как меняется контекст, то есть дом, в котором делали бомбы для убийства главы государства, теперь вот отмечен мемориальной доской. Если вы пойдете к тому самому месту, где этого несчастного Александра II убили, то там будет такой развал туристический, и если вам повезет, и вы увидите ряд этих, не знаю, как назвать, ларьков торговых стендов закрытыми, то на них будут вот такие фотографии. А эти фотографии тоже довольно приметные. Например, известная экспозиция, показывающая вид Сенной площади. Тут и снесенный храм спас на Сенной, так его в народе называли, на его месте теперь станция метрополитена, и три павильона по проекту Иеронима Китнера. Их тоже благополучно снесли, потом на их месте построили уже в постсоветское время более убогие павильоны, но и их тоже снесли. А вот рядом, например, фотография, показывающая спуск к Неве возле Зимнего дворца, и решетку, храняющую садик, такой приватный садик императоров. Ее потом перенесли за Нарскую заставу, теперь она украшает сад имени 9 января. Восстановленные блокадные надписи о том, что конкретно сторона улиц опасна во время артобстрела, находится не только на Невском проспекте, но и на Васильевском острове. А рядом, если зайти во двор, можно увидеть бренд того самого мазоечиста Фролова, главной работой которого, ну его-его мастерской, безусловно, является «Спас на крови». И у меня было несколько случаев, когда я заводил туда людей, живших неподалеку, в течение ни одного десятка лет, и они об этом даже ни слухом, ни духом. Ну а теперь главной теме выпуска, собственно, ради чего я его и затеял, как-то гуляя по проходным дворам, ну как гуляя, проводя экскурсию между Маратой и, собственно, Загородным, а точнее Владимирским проспектом, я там миллион раз ходил, и у меня даже видео есть по местам Достоевского, я обнаружил в одном из закутков счастья, как я их называю, замечательный реликт. Это была такая бумажка с надписью, каллиграфический почерк, и она была прищепочкой прикреплена к висящему проводу. Я подумал, боже, как это прекрасно, сделал пост в соцсетях, и меня нашел автор этого проекта, девушка, она мне написала в Инстаграме, я попросил ее дать мне свой телефон, чтобы, соответственно, связаться с ней, но она, наверное, неправильно трактовала мою просьбу и, значит, продолжала писать мне в Инстаграме. Естественно, в этой директной помойке все поменялось, а потом, значит, мне это было признано понятно чем, и, в общем, я не знаю даже, как ее зовут, но думаю, что она опять откликнется, и я помещу ссылку на нее в закрепленном комментарии под этим выпуском. Я даже специально подобрал саундтрек, это одна из наших старых песен, мне кажется, она идеально подходит под вот этот видеоряд, чтобы вас окончательно, бесповоротно погрузить в совершенно волшебную петербургскую атмосферу. Стена под ватманом, следы чертежей, обойная сухость других этажей, зеркальная краска мокрых парадных и матовый шепот соседей всеядных, и свет закодирован в 60 ватт, нет в электричестве слова закат, как эмбрион косточки в яйца вишни, живешь ты во мне крупицей лишней, ты оставила след, ты оставила след в моей душе. В заключении хочу сказать, что надписи, кстати, я люблю не только на стенах, но и на футболках. Приходить на экскурсии у нас бывает довольно весело, бывает довольно грустно, бывает довольно дождливо, бывает довольно солнечно, в общем, по-разному бывает. Экскурсии в Петербурге идут по пятницам вечером, субботу, воскресенье днем, возможно, иногда будут дополнительные по четвергам. Все расписание есть на сайте, там же вы можете приобрести мои книги, путеводитель по Невскому проспекту, Невский с перцем, каждый дом от Адмиралтейства до Площади Восстания, книга о пиаре во время русско-японской войны, такая настольная шпаргалочка для нынешних событий, ну и острый социальный роман «Корень», который тоже весьма актуален. Точно так же книжки можно приобрести после моих экскурсий, в этом случае я их подписываю. На этом все, с вами был гид Павел Перец, оставляйте ваши комментарии, увидимся оффлайн и онлайн. Субтитры создавал DimaTorzok